МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Галины Титарчук. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С порядком о приеме в первый класс, соответственно, по живой очереди. В Чебоксарах первоклассники встали в очередь за знаниями. Земля зимой даже уходит, уходит. Жители района против строительства теннисного центра. 20 рублей по городу. Жители Сосновки будут платить меньше за проезд до правобережья. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России сокращается количество предпринимателей. Последняя волна началась на фоне пенсионной реформы, увеличившей отчисления для бизнесменов. Однако далеко не все спешат свернуть свое дело и наняться на службу. Малые предприятия в подавляющем большинстве продолжают работать. На одном из них побывал сегодня глава Республики Михаил Игнатьев. Главное найти свою нишу, уверены учредители общества с ограниченной ответственностью Тимук. Десять лет назад трое родственников собрались, подумали и решили основать семейный бизнес. Одно из направлений – изготовление деталей для лифтового хозяйства. Продукция ходовая, востребованная. Среди партнеров множество компаний, как в Чувашии, так и по всей России. Благодаря устойчивому спросу предприятие работает равномерно, с постоянной загрузкой и постоянными же зарплатами. Среднее 20 тысяч рублей. Другое направление более сложное – изготовление ювелирных изделий. Если в Чувашии таких производств больше нет, то в целом по России конкурентная борьба в этой сфере жесткая. И основное оружие – высокое качество. Екатеринбург, город Екатеринбург, тоже ювелирка. Очень как бы на первом месте они тоже стоят. Есть ювелирное производство ринга, которое по всей России уже давно-давно известно. И она закупается у нас нашими обручальными колечками. Есть один также броницкий ювелир, который из самых старых броницкий ювелир. Получается, при государстве он был государственный. Он тоже сейчас заказывает у нас эти изделия. Десять лет полет нормальный. На семейном совете решено расширять бизнес. Нужен земельный участок. Глава Чувашии порекомендовал приглядеться к землям не в столице, а в районах республики. Сейчас на территории Урман-Юктерского сельское поселение есть земельные участки. Есть там около Кугесь, потом Синьяльское сельское поселение. Это в сторону, вот так скажем, рядом с Новочепоксарским, не город Чепоксары. Так что там лучше вам надо искать. Город Чепоксары с земельным участком очень будет дорогой. И вам не надо обязательно иметь в городе этот земельный участок. Так ли, да? Если чуть-чуть ждут, то в принципе индустриальный парк у нас тут организован. Допустим, где-то в 14-м году, в конец 14-15, в принципе, может сейчас... Да, подождем. Два года, если они готовы ждать. Но готовы. Более подробно о новостях из жизни малого и среднего предпринимательства и формах государственной поддержки вы узнаете из нового совместного проекта Минэкономразвития и национального телевидения Чувашии. Смотрите программу «Бизнес-среда» завтра, 27 февраля в 20.00 на нашем канале. Будущие чуваксарские первоклассники встали в очередь за знаниями. До сентября еще полгода, а свободных мест в некоторых школах столицы уже нет. В отдельный класс родители негласно выстроились в очередь, ежедневно отмечаются и прибегают к всевозможным ухищрениям. Причина ажиотажа – новый порядок зачисления первоклассников. В гимназиях и лицеях отменили набор в первые классы, а общеобразовательные учебные заведения принимают бывших дошколят только по прописке. Прием ведется в заявительном порядке. Подробности в следующем репортаже. Теоретически любой ребенок может попасть в любую школу. Мест в общеобразовательных учреждениях города больше, чем будущих первоклассников. 5100 против 4983. Другой вопрос, что большинство родителей не хотят отдавать ребенка в школу в своем микрорайоне, пытаясь устроить его в престижную начальную школу и прописывая ребенка там, где заветное учебное заведение ближе. В Чубаксарах одной из таких родители считают начальную общеобразовательную школу номер один. Первоначально планировалось, что по прописке в эту школу придут 55 детей. Но с января этого года в микрорайоне появилось еще столько же. К сожалению, мы все понимаем, что есть временные прописки. И на сегодняшний день их более 100. Есть образовательное учреждение, которое может принять такое количество в соответствии с формативами. Есть у нас санпиновские требования, есть у нас требования пожарных служб. 2 марта в начальной школе номер один ожидают наплыв родителей с заявлениями. В связи с этим даже отменили подготовительные занятия. Набор будет идти в соответствии с порядком о приеме в первый класс по живой очереди. Мы набираем всех, кто подает документы, а затем уже решаем вопрос о том, кто будет зачислен. По этому же документу, я говорю о порядке приема в первый класс, в течение 7 дней после 2 марта мы должны издать приказ о зачислении детей в первый класс с 1 сентября 2013-2014 года. В прошлом году нас спасло то, что лицеи и гимназии набирали первые классы. И поэтому это разрядило обстановку в городе. Вы понимаете, когда родители имеют выбор, они, естественно, распределяются по всему городу. А когда этого выбора нет и осталось 2-3 школы, то, естественно, конечно, ажиотаж возник большой. И эту нагрузку приходится нам выдерживать. Не поместившимся по прописке в начальной общеобразовательной школе номер 1 будут предложены места в 6 и 11 школах. Единственная столичная гимназия, в которой в этом году будут набирать 3 первых класса по 26 человек, это вторая. Здесь до 31 июля ждут будущих первоклассников только по прописке. Затем с 1 августа, если останутся места, возьмут деток из других районов. Получается, что в одной школе количество заявлений в несколько раз больше свободных мест, а в другой классы могут оказаться полупустыми. Но в управлении образование успокаивают. Все чебоксарские первоклассники будут устроены. В Чебоксарах все территории закреплены за конкретными школами. В этом году в шести из них объявили дополнительный набор в первые классы. К примеру, в 54-й школе дополнительно откроют два первых класса. Для северо-западного района это, несомненно, большой плюс. У нас в последние годы реально по микрорайону 2,5-3 класса. И поскольку для проектной мощности нашей школы количество довольно небольшое, у нас есть возможность начальные классы, первые классы набирать в количестве 5. В школу пользуются спросом, и родители всего северо-западного района с большим удовольствием приносят к нам заявления. Далеко просто мы не всегда, не все заявления можем принять. Но в основном мы в последние годы практически всех желающих к нам брали. Педагоги начального звена из гимназии и лицеев перейдут в общеобразовательные школы. Специалисты управления образования заверяют, без работы ни один педагог не останется. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня депутаты Госсовета Чувашии собрались на очередную сессию. В повестке дня значилось 18 вопросов, среди которых оказались и спорные. Министр юстиции Надежда Прокопьева представила депутатам сразу несколько законопроектов, чтобы привести отдельные положения Конституции и Республики в соответствии с федеральным законодательством. По мнению министра, необходимо внести изменения в закон об образовании. Так, согласно новому федеральному закону об образовании в Российской Федерации, начальное профессиональное образование по образовательному уровню приравнивается к среднему профессиональному образованию по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих и не предусматривается как самостоятельный уровень профессионального образования. Закон об образовании в России обсуждали настолько широко и разносторонне, что в полуспоров забыли, как он выглядит в первоначальной редакции. Некоторые пытались возразить и представить все так, что теперь образование будет бесплатным только до 9 класса. Для разъяснения пригласили министра образования и молодежной политики Владимира Иванова. Принятым новым законом гарантировано бесплатное полное среднее образование, в том числе, Петр Степанович, то, что задавал вопрос, и среднепрофессиональное образование. То есть внутри среднепрофессионального образования заложена и ступень начального профессионального образования. Поэтому принятие нового закона Чувашской Республики будет соответствовать тем нормам и правилам нового закона образования Российской Федерации, который будет гарантировать нашим гражданам Чувашской Республики бесплатное полное среднее образование в рамках действующего законодательства. Поэтому я прошу вас поддержать. В прошлом году из Конституции убрали слово государство в отношении Чувашской Республики. Некоторых депутатов это возмутило, но эксперты объяснили, что все сделано по закону. Если мы объявим себя государством, остальные субъекты республики будут государствами, тогда Россия перестанет быть федеральным государством. Она превратится в конфедерацию. Начнется гибель России. Почему вот сейчас этот вопрос подняли? Это вопрос политический. Сегодня же депутаты рассмотрели законопроекта внесения изменений в бюджет республики. Напомним, Минфин предложил увеличить республиканскую казну на миллиард с лишним рублей. Дополнительные средства пойдут на социальные программы и развитие экономики. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика. Эрозия почвы, трещины в стенах и перспективы соседства с шумными компаниями. Жители одного из столичных микрорайонов выступают против строительства большого теннисного комплекса. Объект возводят через дорогу от жилых домов. Люди говорят, что бурлить будет здесь не только спортивная жизнь. В здании планируют разместить даже салон красоты. Но больше жителей пугает другой факт. Строится теннисный центр на краю оврага. И это всерьез угрожает экологии. В проблеме разбирался мой коллега Дмитрий Ковалев. Пешеходный спуск к Волге – большой обрыв. Люди говорят, что здесь словно пронесся ураган. Вокруг много поваленных деревьев, земля постоянно обваливается вниз. С одраганием жители ждут весны и плюсовой температуры. И без того непрочный грунт может разрушиться еще больше. Земля зимой даже уходит, уходит, уходит. А вы приезжаете весной, посмотрите, что будет твориться. За тот летом вообще овраг. За последнее мы переехали где-то в седьмом году. Вот деревья, которые внизу лежат, это за последние 4-5 лет все оказались. Когда сюда придет тяжелая техника и строители начнут выкапывать котлован, грунт может попросту этого не выдержать, опасаются местные жители. Возвести здесь планируют здание высотой в 4 этажа и вдобавок с подвалом. Во-первых, наши дома пострадают. Если будут забивать свои, дом построен полтора кирпича и облицованным пенопластом. Уже там трещины появились. Будущие посетители теннисного центра для местных жителей уже сейчас стали нежелательными соседями. Властей и люди уже давно просят о других благах. Говорят, что в их районе катастрофически не хватает парковок для машин и детских площадок. То есть здесь здание будет намного выше, чем вот эти 4-этажные здания, где же именно дом 10 по улице Слюкова, то есть им закроют, ну не то что внешний вид, им просто перекроют вот и солнце. О том, что здесь планируют построить спортивный центр, люди узнали поздно. В ноябре прошлого года напротив их домов появилась вот эта зеленая будка. На площадке уже забили деревянные столбы. Но своего согласия на строительство комплекса жители не давали. Не приглашали их даже на публичные слушания. Известно, что состоялись они 4 года назад. Первоначально были в 2009 году публичные слушания. А у нас по нашему, насколько мы знаем, мы несколько раз запрашивали вот именно регламент проведения публичных слушаний, но администрация города не предоставляла данный документ. В настоящее время, как были проведены в 2009 году публичные слушания, мы не знаем. В суд была предоставлена только газетная вырезка, то что именно жители проголосовали за проведение публичных слушаний. Они ссылаются на то, что в Чебоксарских новостях в 2009 году, в 2009 году, когда еще тут жители не начали жить, да, не переселились, какую-то строчку дали, что будут на Яслюково какой-то центр строить. Даже улицу Яслюково тогда толком представить люди не могли. Табличку повесили где-то, ну вот, где-то, наверное, в 2008 году, да. Жилым домам оползни не угрожают, уверяют в городской администрации. На руках у заказчиков есть все карты. Необходимые экспертизы проведены без нарушений, документы согласованы. Строители готовы даже укрепить края обрыва. То есть никаких там угроз, то, что овраг уедет, или здание уедет в овраг, или соседние здания будут от этого как-то страдать, таких угроз нет. Поэтому, как бы, те опасения людей, они немножко не обоснованы. То есть, я не знаю, может, это кем-то специально будируются такие слухи, что есть какая-то опасность, но у нас государственная экспертиза всегда к этому относится очень довольно-таки щепетильно. Правда, местные жители намерены идти до последнего. Сейчас они судятся с мэрией, но готовы написать письмо даже президенту России. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Александр Петров. Республика. 20-25 мая в Чувашии пройдет Чебоксарский международный кинофестиваль. Президентом мероприятия будет гендиректор киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссер, народный артист России Карен Шахназаров. О своем согласии возглавить кинофестиваль в 2013 году он сообщил в письме главе Чувашии Михаилу Игнатьеву. Он подчеркнул, что для него будет большой честью вновь стать президентом фестиваля. Чебоксарский международный кинофестиваль является важным культурным событием в российском кинематографе и заметным явлением в духовной жизни нашей страны, отметил Карен Шахназаров. Напомним, что Чебоксарский международный кинофестиваль в столице Чувашии впервые прошел в 2008 году. Учредителями тогда выступили Министерство культуры Российской Федерации, Кабинет министров Чувашии, киноконцерн «Мосфильм» и продюсерский центр «Кинопроцесс». Одно из главных событий для автолюбителей произойдет на Чебоксарском заливе. С 1 по 3 марта пройдут соревнования по зимним кольцевым синхронным гонкам на автомобилях. Волжский трек 2013. Грандиозное зрелище ждет чебоксарцев – гонки на заливе. На льду соберутся лучшие гонщики нашей республики. Также ожидаются и автомобилисты с других городов, профессиональные пилоты, многократные чемпионы России. Трасса играет важную роль, и организаторы тщательно подошли к ее созданию и оформлению. На сегодняшний день трасса подготовлена. Для ознакомления трассы для участников будет открываться 1 марта. То есть, возможно, будет официальное ознакомление тренировочной заезды. Длина трассы получилась у нас 1300 метров. Ширина трассы от минимальной 14 метров, максимальной 22 метра. 2 марта в гонках имеют возможность участвовать не только профессионалы, но и любители. Участвовать в синхронной кольцевой гонке могут все желающие, умеющие управлять автомобилем. 3 числа пройдет уже контактная, реально ледовая гонка, где будут участвовать уже спортсмены. Хотя любой человек, который может подготовить в соответствующем образом автомобиль под требования спортивные, в принципе, может тоже участвовать. Зрители ждет не только незабываемое зрелище, но и приятные подарки. 3 марта пройдет и розыгрыш призов. Надо лишь распечатать купон. Мария Данилова, Николай Яковлев, Республика. Республиканский проект замены бумажных проездных билетов электронными добрался и до пригородных маршрутов. Пластиковыми картами проезд теперь будут оплачивать жители Заволжья. Каждый час со станции Привокзальная в Сосновку отправляется автобус номер 204. С 1 марта 2013 года бумажные проездные заменят пластиковые карты. Купить такую карту нельзя. Ее будут бесплатно выдавать жителям, прописанным в Заволжье. Каждая карта именная. На ней размещается фото владельца и его данные. Номинал карты – 1 тысяча рублей. Одна поездка по карте стоит 20, что в 5 раз меньше обычной стоимости проезда. Разница будет оплачиваться из городского бюджета. Пополнять транспортную карту можно в терминалах, которые расположены на конечной 204 маршрута. Это автостанция Привокзальная. И конечной в Сосновке в хозяйственном магазине. Там будут установлены терминалы. И в конце месяца, с 20 по 5 число, каждый должен пополнить транспортную карту с еще 50 поездками. Поездки, которые не использованы, остались, они автоматически списываются. Проездной за 1000 рублей, по словам пассажиров, намного выгоднее. Сейчас проезд из Сосновки в центр и обратно без проездного стоит почти 200 рублей. Это при том, что Заволжье – район столицы. В Заволжском территориальном управлении для обмена изготовлено более полутора тысяч карт. Примерно 400 жителей уже обменяли свои старые проездные на новые пластиковые карты. До начала календарной весны осталось два дня. Для многих это радостное долгожданное событие. Любители рыбалки в этом году могут провести первые дни марта с пользой на первом столичном фестивале по зимней ловле «Чебоксарская рыбалка». Мероприятие назначено на воскресенье, 3 марта, в акватории городского залива, в районе Свято-Троицкого монастыря. Участвовать в фестивале может каждый желающий. Главное – прийти к 9 утра и зарегистрироваться. Каждый участник у нас на соревновании при поимке рыбы будет обязан позвать судью и зафиксировать свой лов. То есть для исключения подлогов, для того, чтобы не было разговоров, потому что кто-то принес с собой рыбу. Номинаций несколько, и каждый может заработать свою. К примеру, самая большая рыба, самая маленькая рыба, опытный рыбак. Призы ждут победители, чебоксарской рыбалки достойные. Администрации города предусмотрен главный приз. В номинации самый большой улов цветной телевизор от главы города. Болельщики тоже могут уйти с фестиваля не с пустыми руками. Для них будут организованы спортивные конкурсы. А те, кто замерзнут, согреются в конкурсе «Лучшая уха». Мария Данилова, Николай Яковлев, Республика. В Чебоксарах выбрали самого лучшего папу. В этом году конкурс прошел в седьмой раз. В здании филармонии собрались дети и жены, бабушки и дедушки, чтобы поболеть за мужей, детей и, конечно, за самых лучших отцов. В зале полный аншлаг. Среди участников конкурса депутаты, учителя, работники заводов. Но сегодня на сцене они просто папы. Не каждый день увидишь, как серьезные и строгие в работе и нередко скупые на эмоции мужчины поют, танцуют и показывают себя с самых разных сторон. Приветствовали участников и гостей почетные жюри конкурса. Депутат Чебоксарского городского собрания Александр Андреев отметил значимость семьи именно отцов. Немножко есть некая несправедливость. Всегда, когда упоминается термин материнство, детство, мы не говорим отцовство. Поэтому я всегда стараюсь в своих речах говорить отцовство, материнство, детство. Я думаю, что это правильно, потому что нужно воспитывать наше молодое поколение, чтобы оно понимало ответственность, которая лежит на нас мужчинам. От имени женщин выступила председатель женсовета города Чебоксары Ирина Клементьева. Пусть будет всегда голубое небо над нашей головой, ну а если придет время и надо защищать Родину, мы знаем, у нас есть наши защитники. Самым креативным папой стал Владимир Тимофеев. Его танец никого не оставил равнодушным. Олег Исачкин был признан самым отважным папой. Вместе со своими учениками он показал каратэ-шоу. Берет пример с папой и его сын, который в пять лет уже обладатель желтого пояса. Как ни старались участники, самого лучшего папу среди них выбрать так и не удалось. Каждый из них лучший по-своему. Жюри никого не обидело и все папы были награждены. Каждый в своей номинации. Конечно же, без своих детей и жен не справились бы, признаются лучшие папы города. Александр Александров, Евгений Анисимов, Республика. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»